Меня зовут Нафиса Парпиева, я фотограф, также я являюсь главным модельным букером в агентстве NAND MODELS. Вот я, человек. Я человек очень эмоциональный, трудолюбивый, очень упертый и ленивый. Вот это все я. Противоречива, конечно, но такой вот симпиоз интересный получается. Из этого вроде бы пока все успешно, пока мой проект жизни идет туда, куда ему нужно идти. Ну я обожаю путешествия, я очень люблю природу, очень люблю животных, хоть у меня их нет дома. Я люблю красиво накрыть стол, готовлю я не так вкусно, как это накрываюсь. Я люблю создавать какую-то атмосферу. Моя первая работа была организацией мероприятий. Я очень люблю одиночество, очень люблю смену погоды, я очень люблю классические красивые фильмы, я очень люблю аниме, я очень люблю интересные книги. В последнее время их редко читаю, но бывает, что книгу могу перечесть по 7 раз, если она мне нравится. У меня вот это вот есть сторона характера — быть на опережении. Я вижу, что человек из-за каких-то каких-то своих причин не добивается какой-то цели, или мы вместе какой-то цели идем, и я вот иду на опережение. То есть я нашла какой-то путь более легкий, более быстрый, и я иду туда быстрее, как мужчина, ему уже важно победить. Я это делаю, потому что я ленивая, и мне нужно найти легкий способ. А со стороны это выглядит, как будто бы я хочу быть во главе. И другой человек чувствует себя немного ущемленно, потому что я со своим образом, ну, я всегда была достаточно физически хрупкая, со своим голосом, со своими какими-то более нежными проявлениями, да, более женственные. И чуть-чуть такой диссонанс, то есть если бы я была бы такой кучок, да, это было бы логично. А тут, получается, какая-то хрупкая девчоночка взяла и вот так вот себя обогнала. Но с другой стороны, вот это вот мое достигаторство и помогает мне добиваться успеха, не сдаваться, брать себя в руки, идти дальше, идти вперед. Вот, и я себе очень благодарна и собой горжусь, то, что я не свернула с правильным пути. Для меня, да на данный момент, очень важно мое здоровье, то, что раньше оно не было важным. Я так заметила, на что ты забиваешь, то и становится со временем очень важно. Очень важно здоровье, очень важны мои отношения с моим любимым человеком. Мне очень важно жить по совести. Мы все совершаем ошибки, но извиниться — это очень важно, просить прощения. Вот я не могу сказать, что для меня очень сильно важна семья, потому что я часто беру в приоритет работу или вот это вот достигаторство. Буду говорить, что для меня очень важно развитие, саморазвитие. Для меня очень важны таланты, которые есть в человеке и мои, в том числе развивать. То есть я в детстве очень часто оставалась одна с книгами и читала разные книги, и религиозные тоже. Где-то я вот прочла, я не помню. Кажется, Бахнавадгитя, что зарывать свой талант — это против природы, это против жизни. Я хочу помочь себе быть счастливой, совестной, человечной личностью. Несмотря на свои амбиции, все равно стараешься не нарушать границы других людей. Это для меня важно. У меня, честно говоря, постоянно какой-то поток мыслей. И мне самой собой иногда интереснее, чем какими-то людьми с большой компанией. В одиночестве я там нахожу какие-то ответы. То, что тебе нужно, оно уже в тебе внутри заложено, ты уже внутри сам всё собираешь. И в одиночестве тебе легче самого себя услышать, свои желания или нежелания, нежели ты ходишь по какому-то обществу, по каким-то вечеринкам и набираешь лишнее, а не своё, чужое. Оно мешает тебе сосредоточиться на своих истинных целях, которые ты действительно хочешь. Помимо таланта, мне кажется, что в каждой профессии одна из причин успеха — это коммуникация. Ты должен уметь разговаривать, ты должен уметь говорить, что тебе нужно, что тебе не нужно. Иногда отглаживать углы. Нужно уметь отстаивать свои границы, чётко давать своё ТЗ. То есть я в такой-то период времени не отвечаю вам, когда я свободно отвечаю. Счастье, состояние души, состояние — это, знаете, даже про выбор, я думаю. Ты выбираешь быть счастливым в любой ситуации, несмотря на какие-то невзгоды. Когда ты выбираешь счастье, всё это превращается в пустяки. Ты даже не паришься и не думаешь об этом. Часто говорят, что глупые люди счастливые. Я думаю, люди не циклющиеся, не думающие очень много об одной ситуации, они счастливые. Один из самых счастливых моментов, когда я стояла на причале, это была Барселона. И это был самый захватывающий вид в моей жизни, потому что это был очень красивый причал. Это были очень высокие волны, которые бились об этот причал, я стояла одна. И весь этот вид меня прям захватил настолько в мою душу, что когда мне спрашивают, когда ты был максимально счастлив, я вспоминаю этот момент. Потом я была очень счастлива, когда я прыгала с парашютом. Я вот думаю, возможно, это просто химия, выброс адреналина, там эндорфины и всё такое. Конечно, есть счастливые моменты, это сокровенные, это с моими друзьями, это с моим молодым человеком, с моей семьёй. Очень счастливая бываю на съёмках, особенно в конце, когда я вижу результат, когда у меня уже сел голос, что я просто молчу. Вот прям до конца, когда я себя отдала, я прям чувствую себя очень счастливой. Раньше брала очень много ответственности за семью свою, за друзей, переживала за них. Но я сейчас понимаю, что человек, ну в моём случае, должен брать ответственность за себя. Когда ты здоровый, когда ты счастливый, ты делаешь мир лучше. Когда ты берёшь чужую жизнь на себя, ты и человеку не даёшь поле для развития. Поэтому следи за собой, будь классным, будь счастливым, будь здоровым. И тогда всё, от тебя больше ничего не требуется. Не люблю людей, которые настраивают на негатив, то есть это плохо, это не получится, так нельзя, мы не будем это пробовать. То, что человек ограничивает тебя. Для чего я хочу быть сильной? Иметь большое счастье, иметь большой комфорт, иметь все эти привилегии, это не так просто. Это ответственность. Чтобы человек был ответственный, он должен быть духом сильной. Это сто процентов, потому что часто я смотрю на ребят и девушек, у которых появились какие-то блага очень быстро. Не трудом, но я не говорю про адский труд, то есть я тоже не за это. Просто свалилась им. И как они теряются в жизни. И это в ста процентных случаях. Тоже взять профессию мою как букера. Всё-таки к нам приходят молодые достаточно девочки, мальчики. И вот они поработали год, так особо не стараясь. То есть они молодые, они ещё жизни не видели, так скажем. И на них падают деньги, на них падает известность, на них падает вот это вот желание. Все их хотят куда-то пригласить. И как они теряются. То есть у нас из десяти остаются две модели, которые дальше работают. На меня очень сильно повлиял. Это, конечно же, мой папа. Мои дедушки, хоть я их не видела, то есть они ушли до моего рождения. Но я часто оставалась одна, читала книги, и они оставляли всякие заметки. Вот. У меня вообще был такой волшебный дедушка с маминой стороны. Он покупал два экземпляра книг. В одной я оставлял свои заметки, а в другой я оставлял чистые, чтобы человек мог взять книжку, прочесть. То есть многие заметки, многие мысли, они вот с детства у меня закрепились, то, что они писали. Мой первый учитель по фотографии, вот я с ней работала, Нана. Всегда я её буду благодарить. На меня очень сильно повлиял мой молодой человек, это мой будущий муж. Ну, и в принципе, вся моя семья, моя сестра, ну, я не знаю, вся жизнь бывает. Вот я летела, помню, первый раз вообще из Узбекистана когда-то вылетела. И так интересно получилось то, что я туда и обратно летела с одним и тем же человеком. Это был взрослый человек, мне было 19, ему где-то под 60. И вот разговор с ним перевернул мою жизнь. То есть иногда какие-то пятиминутные встречи меняют твоё сознание. Какие-то происшествия, какие-то случайности неслучайные, они меняют тебя полностью. Даже больше, чем люди, с которыми ты живёшь по 20 лет. Почти все мои друзья, именно сейчас о друзьях поговорим, их не так много. Но они разбросаны по миру, и они все очень сильные личности. Возможно, это какая-то моя шиза, то, что со слабыми людьми мне сложно. То есть мне хочется взять их в опеку, что-то их куда-то направить, что-то им сказать. А потом я сижу и думаю, что ты учишь кого-то. Не надо так делать. И иду к тем, кого не надо учить. С ними мне приятнее находиться. Моё окружение — это, конечно же, наши взрослые, наши родители, мои, моего будущего мужа. Моё окружение — это всегда очень большое количество молодёжи. Это модели, это мои клиенты, кого я фотографирую, да, или съёмочная команда. Все разношёрстные, все очень интересные. Но мне всегда легче общаться с людьми взрослее меня. Лет 10-15, вот прям мне очень комфортно. Меня восхищает в людях доброта в любой ситуации. Меня восхищают счастливые люди. Это самое тяжёлое и лёгкое в одно и то же время достижение, к которому ты стремишься. Быть счастливым. Ты приятен в этот момент и никого не задеваешь. Счастливый человек никогда никого не обидит. Он только поможет, он только тебе сделает лучше, другим сделает лучше. Мой кумир — это Стивен Мейзл. Чисто это результат. То есть человек, который делает очень крутой результат, меня тоже восхищает. В 22 года у меня появилось тяжёлое заболевание аутоиммунное, с которым я очень долго боролась. Это была моя первая такая большая ситуация. Вторая ситуация, когда во время карантина я потеряла своих близких. Я думала, всё, я победила свою болезнь. Но, видимо, из-за всех этих потерь моих во время карантина появилась опять эта болезнь. То есть я вроде бы сейчас иду на поправку, но это был прям такой удар. Меня приводит этот урок к тому, что в жизни бывает всё. И, видимо, я ещё не уяснила некоторые моменты в прошлый раз. И нужно сейчас понять, что я делаю не так. Ты должен же собраться с самим собой. Чего ты хочешь? Какую жизнь ты выбираешь? Выбираешь ли ты горевать долго, депрессировать? Или же идти дальше? Думаю об этом. Но благо, у меня как круг инь-янь, у меня есть какие-то плохие, тяжёлые ситуации. И в такой же мере очень классные, хорошие ситуации, которые меня как бы мотивируют, вдохновляют, оживляют. И вот я иду дальше. Почему фотография? Потому что вот когда я в прошлое разболела, и сейчас, когда я вот тоже на пути к выздоровлению, когда я на съёмочной площадке, все какие-либо проявления моей болезни просто уходят, не исчезают. У меня ничего не болит. Я в прекрасном состоянии духа. Я работаю по 12 часов. Всё хорошо. Я люблю людей. То есть я понимаю, что вот эта атмосфера, то, что я делаю, это действительно моё. И вот тут гигантское подтверждение того, что я должна этим заниматься. Потому что именно во время этого действия всё отлично. То есть это, возможно, какое-то моё призвание. Ну вообще фотография — это хобби, которое сейчас приносит мне хороший доход достаточно. И, возможно, это какое-то призвание, которым я должна ещё и делиться. Я сейчас обучаю, начинаю обучение, хочу делиться. Мне нравится делиться. Я чувствую, что это правильно, что это хорошо, что это, ну, круто, это классно. Чего ты не будь жадным, поделись. Ну, с жадным быть стрёмно. Помимо колоссального наслаждения, она приносит мне деньги. Что ещё нужно? Мне платят за то, что я люблю делать. Классно. У нас люди так зарабатывают за месяц. Но никто не понимает, как долго я к этому шла. Несмотря на то, что я всё с кайфом это делаю, но всё равно это усилие. Сразу научиться делегировать. Ретушёр, ассистент, гаффер, кайф. Почему? Потому что ты потом, беря большую ответственность, устанешь от этого всего и перестанешь работать просто в этой профессии. Пойдёшь куда-нибудь в офис, где от тебя требуется машинальная работа. Второй совет. Обязательно снимать творчество. Хотя бы раз в три месяца. Ты тоже, я сама себе советую сейчас. Третий совет. Постоянно пробовать что-то новое. Это и обучение, это и творчество твоё, это и соглашаться на какие-то фантастические идеи клиентов. Попробовать. Почему бы и нет? Не получится, не получится, ничего страшного. Не бойся. Ну, наверное, ещё четвёртый совет. Больше ориентироваться на свой вкус. Не прогибаться под то, что просит тебя клиент. Если у тебя какая-то коммерческая съёмка, где клиент прям прописывает каждую детальку, уже к этому относиться проще. К этому относиться как к машинальной работе, да? О, ещё один совет. Не будьте пафосными, ребят, пожалуйста. Это не работает там, где большие деньги. Никогда ваш пафос не будет работать. Вот клиенты крупные, с которыми я работаю давно, с которыми мечтают работать фотографы, мои ученики даже, бесплатно мечтают с ними работать. У них я тоже беру отзывы, спрашиваю, что во мне такого классного, да? То, что я не всегда довольна результатом, бывает. Они говорят, с тобой легко. Несмотря на то, что мы работаем с тобой 10 часов, и кто-то там что-то порит, кто-то тебе что-то говорит, ты всё равно, простите, вы можете, пожалуйста, отойти, вы мешаете, ты всё равно не проявляешь агрессию. Это очень круто.